Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Мы расскажем о том, что произошло в Ульяновской области 13 ноября. Меня зовут Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Вместо прогулок с друзьями – компьютер. Ульяновские школьники отправляются на каникулы. Димитровградская пара спортсменка вошла в резервный состав сборной России. Домашняя кухня и новая мебель – как преобразилось онкоотделение детской больницы после ремонта. С этого года школы региона перешли на триместровый режим обучения. Согласно новому учебному плану, с 16 ноября школьников ждут запланированные каникулы. Плюс ко всему внесли изменения в указ губернатора, согласно которому несовершеннолетних ждут ограничения, какие разбиралась Александра Никитина. Уже с понедельника школьники Ульяновской области уйдут на запланированные каникулы. С этого года школы региона перешли на триместровый режим обучения. Такой переход был согласован с рядом специалистов. Учитывалось мнение психологов, физиологов, педагогов и методистов. Мы надеемся и верим, что это каникулярное время позволит разорвать некие цепочки в общении, исключить массовость. Потому что часть деток, например, в городе Димитровграде пользуются транспортом общественным и имеют карточки. На время каникул карточки будут заблокированы. Будут введены и другие ограничительные меры для снижения риска заболеваемости. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, смогут посещать торгово-развлекательные центры только в присутствии родителей или законных представителей. Несмотря на это, детям будет чем заняться в домашних условиях. На время каникул для школьников запланирована программа по саморазвитию и проведению досуга. Для детей в режиме онлайн будет организовано большое количество конкурсов, как федерального, так и регионального уровня. Опыт у нас такой уже есть. С весны мы запускали свои проекты, наиболее яркими проектами. Для этого проекта российского движения школьников. Интересный проект «Большая перемена», он достаточно известен на слуху. Сами дети заинтересованы в данных проектах. Только на конкурс «Большая перемена» весной во время самоизоляции около трех тысяч школьников подали заявки на участие. Четверо детей из Ульяновской области оказались победителями проекта. Работа секции дополнительного образования также будет скорректирована. Задача у нас одна, опять же исключить контакты, но дополнительное образование возможно в дистанционном формате, и это будет проводиться. И дополнительное образование возможно в очном формате для малых групп до восьми человек. Важным аспектом в организации дистанционной программы для школьников является наличие персонального компьютера и интернета. В случае отсутствия дома данных технических средств в школах города активно ведется практика передачи компьютера на дом. За лето было приобретено порядка четырех тысяч компьютеров. К 2021 году в полной мере скоростным интернетом будут обеспечены все дома Ульяновской области. Регион полностью готов к дистанционному режиму обучения. Однако, по словам министра, ничто не заменит классического образования. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ. Если ремонт, то капитальный и везде. Жители дома номер 6 по улице Терешковой в Димитровграде в этом году, можно сказать, получили выигрышный лотерейный билет. Попали сразу две госпрограммы. Формирование комфортной городской среды и капитального ремонта многоквартирных домов. Обновление коснулось и пятиэтажки, и прилегающей к ней территории. Можно сказать, стандартная Димитровградская пятиэтажка Терешковой 6 введена в строй в апреле 1965 года. С тех пор капитально ни разу не ремонтировалась. В середине 2020 года начались глобальные преобразования. Замена всех инженерных сетей и установка погодного регулятора. За всеми работами надзирал председатель совета дома Сергей Сайфулин. Поменяли с хорошим качеством. Все это я проверил. Отопление. Это то есть замена радиаторов в квартирах, всех стояков, теплового узла. Самое главное, нам поставили погодник, регулятор погодного регулирования, который приносит большой эффект в плане платежей. Обошлось все это удовольствие почти в 8 миллионов рублей. Если быть точнее, 7 миллионов 700 тысяч. А такие деньги тратить впустую никто не хочет. Поэтому прием к объекту идет комиссионно. И это помимо постоянного промежуточного контроля. Можно сказать, сходу инженер подмечает недоделки и предлагает подрядчику их устранить. Сергей, как же? А? Ты про это говорил? Вот здесь? Да, вот здесь. Пройдя по всему подвалу и заглянув в теплоузел, в целом замечание накопилось достаточно, но не критично. Нам поясняют, что после таких объемов это норма. Тем более, что на нормальную доделку времени еще вагон. Вы знаете, тут больше вопрос. У нас есть договорные обязательства. У них срок определен договором. У них договор кончается 25 декабря. То есть до 25 декабря они должны все эти замечания устранить. Всего за 2020 год планировалось отремонтировать в Димитровграде порядка 37 жилых домов. В данный момент полностью завершены работы на 70% запланированных объектов. В 15 оставшихся домах все еще везутся работы на системах подачи горячей и холодной воды, электроснабжения, либо системы водоотведения. Кемран Кичемайкин, Тарас Шкуренко, Александр Кондратьева. Специально для Управ ДТВ из Димитровграда. Сделали как дома. В Ульяновской областной детской клинической больнице капитально отремонтировали онкологическое отделение. Докупили оборудование. Новые условия оценил губернатор. Вместе с ним в медучреждении побывала и наша съемочная группа. Новые окна, двери, плитка и дизайн. Преображение онкологического отделения детской Ульяновской областной больницы больше не мечты и даже не планы. Капремонт завершен. Штукатурить и шпаклевать здесь начали в апреле. На ремонт и оснащение отделения в рамках нацпроекта здравоохранения выделили 10,5 миллионов рублей. В данный момент ремонт закончен. Первый пациент уже находится в отделении. Суммы были потрачены как на ремонт отделения, так и полное оснащение отделения всем необходимым. Это и медицинская мебель, и не медицинская мебель. Предметы интерьера. Закупили также перевязочные столы, бестеневые лампы, ламинированные боксы для разведения специальных препаратов. На подходе ядерный магнитно-резонансный томограф. Преобразилась и игровая комната, где воспитатели стараются отстранить пациентов от интернета и приобщить, например, коригами, настольным играм и чтению книг. Работаю больше 20 лет. Изменения прекрасные. Сами выбирали, сами подбирали, вместе делали. Очень рады, что дождались. У нас индивидуальная работа строится. То есть, если я ребенка беру, то мы занимаемся с ним вдвоем, но максимум втроем, потому что условия таковы, что мы не можем позволить себе. Отделение рассчитано на 25 коек. В больнице обслуживают детишек со всей области. Сейчас на учете стоит 170 юных пациентов, в основном с лейкемией. Обновленное отделение оценил Сергей Морозов. Губернатор отметил творческий подход в выборе дизайна и по домашнему обустроенную кухню. Ведь некоторые детишки проводят в стенах больницы больше месяца. Кто такой вот творческий? У нас весь коллектив творческий. Огромный продукт. Каждый свой флаг вложил. Молодцы такой. Мы у нас воспитатели. Комиссионы собирались и обсуждали, что... Мы сейчас в школу делаем разноцветность. Она такая, другая, такая, здесь такая, все. Чтобы не перенедало. Мне кажется, очень интересно, если репричит такое ощущение разуги. В ближайшие три года капитально отремонтируют травматологическое, педиатрическое и хирургическое отделение больницы. Ринат Альулова, Владимир Куликов. Новости Улл. Правды ТВ. Лечебная физкультура, акваэробика и сауна – отличный комплекс восстановительной медицины. Такие процедуры доступны в областном физкультурном диспансере не только профессиональным спортсменам, но и людям, перенесшим серьезные операции и инсульты. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Антона Никонова. В областном врачебно-физкультурном диспансере проходят занятия по акваэробике, которые нацелены на реабилитацию людей, перенесших хирургические вмешательства. Здоровый образ жизни является главной составляющей на территории нашего региона. Реабилитационный диспансер, изначально специализирующийся на восстановлении спортсменов, существенно расширяет свои возможности. На общественных началах оказывают комплекс восстановительных процедур пациентам с хроническими заболеваниями. В групповые индивидуальные программы входят занятия в кабинете ЛФК и акваэробика, которые пользуются большой популярностью. Акваэробика, она разрабатывается индивидуально. Есть специальный комплекс упражнений, который направлен на реабилитацию. То есть свободное плавание и свободное плавание. А когда уже занимаются индивидуальностью, инструкторами лечебной физкультуры, есть уже комплекс мероприятий, упражнений, которые с положительной динамикой влияют на организм человека. Групповые занятия проводятся в сокращенных группах с соблюдением дистанции и предварительной термометрии. Ограничений и противопоказаний практически нет. Достаточно проконсультироваться с лечащим врачом и получить направление на лечебную физкультуру. Вода всегда помогает, расслабляет и тонизирует. Очень хорошо действует на организм общий. Также у нас ходят группы терапевтические, у которых артриты, артрозы. Тоже видимые результаты. Они сами говорят, после бассейна они себя очень хорошо чувствуют. Пациенты получают массу приятных впечатлений после занятий лечебной физической культурой. Прохожу я здесь курс реабилитации после тяжелой операции по назначению доктора лечащего. И мне назначен бассейн, а также курс ЛФК. Занимаюсь я здесь уже где-то около года. И вы знаете, замечательные результаты. Диспансер активно сотрудничает с пациентскими организациями. На безвозмездной основе медицинское учреждение предоставляет залы ЛФК и бассейн. Как и все лечебные учреждения страны, мы участвуем в нацпроекте, в программе информатизации. Кроме того, сейчас по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова создана так называемая WhatsApp-приемная виртуальная. Мы тоже к ней буквально днями подключились. Это поможет снизить напряженность и увеличить доступность медицинской помощи. Оздоровление ульяновцев – одна из целей реализации нацпроекта здравоохранения. Антон Никонов, Юрий Ломатов. Новости. Улправда. ТВ. В Ставрополе завершился чемпионат России по парабадминтону. На протяжении нескольких дней за звание лучших в этом виде спорта боролись порядка 80 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В состав сборной команды Ульяновской области вошло 8 спортсменов. Шестеро из них – Димитровградцы. В итоге наши ребята стали призерами чемпионата России. В четверг в Центре преодоления чествовали участников и призеров чемпионата России по парабадминтону. Шестеро представителей сборной Ульяновской области представили наш регион на Ставропольском корте. По итогам соревнований копилка наград наших пара спортсменов пополнилась серебром и бронзой. С Ульяновской области в резервный состав сборной страны попала наша спортсменка Димитровградка Альбина Мухаммедова, завоевав бронзовую медаль в одиночном разряде у женщин и серебряную медаль в женском парном разряде. Виталий Нехожин стал кандидатом в мастера спорта, выиграв четвертое место в мужском парном разряде класса, пятого спортивного класса. Анна Александрова стала тоже кандидатом в мастера спорта, завоевав пятое место в одиночном разряде. В целом наша команда достаточно уверена и хорошо выступила на данном чемпионате. Конечно, за каждым из этих успехов стоит огромный труд и серьезная подготовка. Ведь к соревнованиям ребята шли больше года, становясь лучшими в региональных и всероссийских соревнованиях. И эти результаты имеют огромное значение для каждого из участников. Я готовилась к ним полтора года, что значит, я могу показать свое мастерство, то, что выросла я или нет, да опыт получить еще, ну или просто встретиться со своими. На соревнованиях ты все равно с кем-нибудь подружишься обязательно, и каждый раз одни и те же люди, и скучаешь по ним, каждое соревнование ждешь, чтобы с ними встретиться, а не как вторая семья. Сейчас ребята будут готовиться к предстоящему финалу Кубка России по пара-бадминтону, который запланирован на декабрь 2020 года. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева, специальная для Улправда ТВ из Димитровграда. Рассказать и напомнить молодежи о вечных подвигах. В Ульяновске стартовал федеральный проект «Парта героя». В классах 72-й школы установили парты с фотографиями и информацией о наших земляках, участниках Великой Отечественной войне, героев Советского Союза. На одной из парт изображен танкист-мехвод Николай Григорьевич Князькин, что символично за партой сидит его внук Александр. Для меня это очень значимо, так как мой дед воевал за нашу родину, защищал ее, и он вложил свой вклад в победу. В школе номер 72 есть еще две подобные парты. Стоит отметить, что этот проект поддержала родительская общественность. В семьях все чаще стали поднимать архивы и искать информацию о родных героях. В историко-мемориальном центре музея презентовали новое оборудование. Это стало возможным благодаря программе социальной поддержкой защиты населения Ульяновской области. Для чего необходимо это оборудование и для кого оно в первую очередь предназначено, в сюжете Ирины Антоновой. Историко-мемориальный центр музея имени Ивана Александровича Гончарова благодаря участию в государственной программе и в проекте «Оживший музей» получил комплекс оборудования для занятий с особенными детьми. Это и компьютерная техника, и громкоговорители, и инструменты для шумового оркестра. Также есть развивающие игры по методике Монте-Сори, цветовые столы для песочной графики. Конечно, весь этот комплекс направлен именно в первую очередь на ребят, которые к нам приходят. Ребят с ограниченными возможностями, или мы говорим особенные ребята. Но, в принципе, к нам могут приходить и обычные дети, конечно. То есть достаточно, будем говорить, чтобы оборудование не простаивало, работало. И может использоваться и также в других направлениях работы нашего музея. Оборудование поможет детям с ограниченными возможностями выполнять логопедические упражнения по развитию речи и формированию дикции, дополнить театрализацию звуковым сопровождением. Уникальный проект «Оживший музей» действует на базе детского центра музея «Семь лет». За это время он объединил семьи воспитывающих детей с ментальными нарушениями в развитии. Так, два года назад силами особенных ребят и их родителей была поставлена новая театрализованная экскурсия. Начались регулярные ежемесячные выступления перед своими одноклассниками, студентами техникумов, детьми из реабилитационного центра подсолнух. Мы решили акцентировать нашу работу именно на таких детях, потому что они максимально не социализированы. Обычно эти дети находятся в домашних условиях, фактически они не выездные. Музей открыл для особенных ребят целый мир. Теперь они могут не просто посещать музей Гончарова. Еженедельно в детском музейном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья проходят занятия, а после специальных речевых и развивающих упражнений они сами разыгрывают небольшие сюжетные сценки в залах музея. Ирина Антонова, Юрий Канихин, Новости Улл. Правда ТВ. В Жадовском монастыре простились с иеромонахом Ефремом Ногичевым. Он не был широко известен за пределами монастыря, но постоянные паломники и насельники обители знали и искренне любили этого батюшку. Особенно отца Ефрема обожали ребятишки из детских домов и интернатов, которые часто гостили в Жадовке. Давящая на уши монастырская тишина и звуки ударов колокола. Жадовский обитель прощается со своим насельником иеромонахом Ефремом. Он родился 63 года назад на Осеннюю Казанскую, 4 ноября, и отдал 9 лучших лет своей земной жизни служению Господу. Конечно, бескорно, не слишком много лету, сердце, так скажем. Бог призывает нас, когда хочешь. Поэтому мы с вами здесь не в силах, а задумаемся о том, что мы хотим. Когда, насколько, сказать, в какое время, насколько мы сможем приезжать. Поэтому сейчас давайте помоймемся до шоу-шоу-шоу-шоу-доба, и у нас в Ефреме. Простите, с отцом Ефремом приехали люди, с которыми он проднился душой. Кого-то привел ко Господу, поселил веру в сердце, а потом крестил. Были и те, с кем он мог часами напролет говорить о православии. Хотя попросту гуляющего по монастырю его еще никто никогда не видел. Он был незаметным, но он был везде, говорят в монастыре. На богослужениях, скотном дворе, в столярке, ловил рыбу на пруду для монашеской трапезы. Особо огорчились те, кто не смог приехать на прощание с батюшкой. Ребятишки из детских домов «Гнездышко» и Ивановского детского дома имени Матросова. В них он вкладывал всю свою душу. Часами возился с сиротами в столярке за изготовлением деревянных автоматов и мечей. Учил ребят молиться и креститься. Вечером у костра шли долгие, но очень интересные беседы перед утренним причастием. Он был незаметным, но заменить его невозможно. Чины ирейского в отпевании – это когда молятся за упокой души усопшего священника долгий. Братья монастыря вместе с духовенством в Арыжской епархии во главе с епископом Филаретом больше двух часов возносили сугубые молитвы ко Господу, дабы он принял душу отца Ефрема в царстве своем и простил ему всякое прегрешение. Потом прощания и похороны на монашеском погосте за алтарем Казанского собора-монастыря. В памяти людей он навечно останется добрым и отзывчивым батюшкой, готовым всегда прийти на помощь. Он всегда находил компромисс в примирении человека с Господом. Будем молиться об упокоении его души в надежде на то, что и он вознесет свои молитвы к Богу за нас, грешных. Дмитрий Гурин в видеостудия Барышской епархии специально для Уллправда.ТВ В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь со снегом. Температура днем составит плюс один градус, ветер северо-западный до девяти метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на нашем сайте. Всем до свидания.